Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Обмен с женами. Буду благодарен за лайк, потому что он помогает ролику продвигаться, и больше людей о ролике узнает. Поэтому благодарю Чика Чента будет. А также, ребят, подписывайтесь на наш семейный канал, ссылка находится в описании, вложики, очень интересно, ведет его жена. А мы начинаем новый выпуск Обмен с женами. Поехали! Сегодня в программе... В эфире детская передача... Как найти ответ на вечный вопрос? Ты меня любишь? Я не знаю. Диджи из Ростова-на-Дону... И не дотрога из Тюмени... Да пошел ты. ...поменяются семьями на целую неделю. У кого-то дома живет экзотическая птичка, у нас попугаи, там и сова. Светительная погода. Горы мусора. Как ужиться с новой семьей? Мамочка! И что делать, если новый муж пойман с поличным? То есть у тебя уже другая женщина? Уйти с проекта? Отстаньте от меня, я ничего не буду делать. Или выдержать до конца? Ой, кошмар. Блин, я *** просто. Смотрите прямо сейчас. Должно быть интересно. Скандалы, интриги, расследования. Давайте знакомиться. Порт Петиморей и южная столица России. Одной из достопримечательностей города можно смело назвать горячий темперамент местных жителей. И занятия они выбирают себе под стать. Знакомьтесь, семья Ишемгужиных. Диджей и арт-директор ночного клуба «Вера» и повар-сушист «Андрей». Ну, арт-директор ночного клуба уже чувствует, что баба любит тусу. Мы семья Ишемгужины. Андрей, моя супруга Вера. Мы в разводе официально. Лучшее время вашей жизни. Мы познакомились очень давно. Наверное, уже... Мы познакомились очень давно. А футболку ты уже носишь лет пять, я так понимаю, да? Не снимаешь, бля. Что на фотке в этой футболке, что в съемках. Двенадцать лет назад, да? Мне было шестнадцать на тот момент. Ему семнадцать. А мы было восемнадцать. Пожелились мы через два года. Развелись через пять. Ну, мы были очень молодые и... Так, подождите, у нас уже получается не обмен женами, а обмен бившей женой. Мы еще даже сами не понимаем, что хотим от жизни. Поэтому решили, что лучше попробовать, ну, отдельно пожить друг от друга. Через год после разрыва оба осознали, что совершили ошибку. И скоро рядом со штампами о разводе... Мне реально пчется, она мать Рейва, Рейва. Это она ходит в этой футболке уже там не знаю, какой год. Где в паспортах Андрея и Веры появятся новые штампы о браке. Возможно, если бы всего этого не произошло, неизвестно, что было бы. Мы бы точно убили друг друга. А вот сейчас мы вообще редко ругаемся. Взросли и стали просто вот и все. Я понимаю, что эта баба ни хрена не подарок. Еще, знаете, такой голос, такой прям низкий, такой прям баритон женский. А ты музыканты? В данный момент я являюсь арт-директором ночного заведения. Занимаюсь привозом артистов. Также делаю афиши, дизайн, копирайт. Стол покрасили нормально. Нормально, он досохнет и... А ты машина что тут делает? Параллельно я пишу музыку. Я музыкант, диджей. Творческий человек. Это не увлечение. Это для меня гораздо больше. Это 80% моей жизни состоит именно из музыки, из диджейнга. Занима, ну что ты вот опять кружки понаставила же тебе? Ой. Баба засранка. Творческий у тебя процесс идет, и я могу уйти в компьютер на сутки. Могу даже в туалет не ходить. Бесит. Да. Так чисто под себя срать начинаю. А когда уже жестко начинает заваниваться, ну уже тогда приходится... Нет, не срать, иди там трусы стирать. Вот такой беспорядок. Особенно на кухне. Это, конечно, больше стигмента профессиональная. Не так давно я открыл бизнес, доставку блюд японской кухни. Суши готовишь, роллык. Ну и, к сожалению, один, так как обороты еще не такие великие. Выходных, в принципе, ну, практически нет. Боя вообще домой не приходит. Ну и я на работе тоже постоянно. Куда-то ходить мы не ходим. Мне не хватает драйва в наших отношениях. Мне не шоумы, к сожалению. Пока Андрей пропадает на работе, драйв и веселье в жизнь Веры вносит домашний. Питомец. У нас замечательное. Маленькое такое. Это сова. Зовут его Хевен Джуниор Филипп. Ну, сокращенно, все в семье называют его Кися. Нечаянно уснешь на диване, просыпаешься, а он на тебе вот тут где-нибудь сидит. Оп, вкусненько. Прикольно. Почти в трех тысячах километрах к северу от Ростова-на-Дону расположился один из крупнейших городов Сибири, Тюмень. Но холодный климат края не исключает горячего темперамента его жителей. Как раз таки... Говорят, там в Ростов-на-Дону горячий темперамент, Тюмень горячий темперамент. Вообще у вас все везде горячие, страна вся горячая, нет нигде никаких скучных. Все горячие темпераменты. Отличается семья Лущевских. Знакомьтесь, парикмахер Алена, фитнес-тренер Антон и их летняя дочь Эмилия. Парикмахер и фитнес-тренер, хорошо. Знакомились мы через соцсеть. Я видела фотографию Антона. Мне понравилось, я лайкнула ее. У меня всегда была мечта мужчины, чтобы он был большим, сильным. И так и начали общаться. Я была замужем, но меня это не остановило. Бывает же любовь с первого взгляда. На тот момент мы разошлись с супругой мной, вот Алена. Подождите, она была замужем и он был женат. Она пришла меня в тиски, так сказать. Правильно я понял? Мне очень льстило, когда она говорила, что она хочет от меня ребенка. Спустя 9 месяцев Алениной атаки и давления у пары появилась дочь Эмилия. Сколько сахара? Три ложечки. Когда папа придет с работы? Как закончит, так и вернется. Папа работает. Работаю я в индустрии спорта, занимаюсь тренингской деятельностью, сам занимаюсь спортом. Я очень рад, что я совместил свое любимое дело с работой. И я понимаю, что это прям мое. Ну, спорт – это хорошо. Дышим, 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 выдох. И потом второе упражнение – сгибание. Он много времени уделяет работе. Он не уделяет времени абсолютно своей семье. То есть, быт весь на мне, и как бы я все тащу сама. На нем лежит только ответственность материального характера. Ну, блин, слушайте, бывает, когда говорят, «Мужик не работает, хреново, тут уже мужик работает. А, да его дома нету». Ну, скажу честно, извините, но это очень сложно совместить, чтобы и денег было до хрена, и дома постоянно сидеть. А тут Чен да получается. Как-никак, вроде бы даже язык не повернется. Ну, короче, это возможно, но сложно. Нехорошая работа, потому что он все время просто приходит. Я его вижу редко, всегда. Скучаю. Может быть, Чен как-то вас тоже научит, как так делать в ближайшем времени? Держим. Антон, можно вам сказать одну вещь? Да. Вы замечательный. Спасибо. Я больше нахожусь на работе, потому что мне там комфортно, мне там мозг не компенсирует. Потому что человек не будет торопиться туда, где негатив идет какой-то. Вот сейчас кто тебе пишет? Если пишет, то клиенты. А почему она тогда написала, «Ты можешь сейчас говорить?» Может, думаю, человек занят, я не занят, спрашиваю. С этими ревностями она меня достала полностью. Кто написал, что там, почему звук выключил? А может, и не беспочвенно. Где ты был? Взяла его телефон и увидела фотографии. И девушка была, она развратная. Пошлость сплошная была. Ну, мы работаем по фото. Нам же нужно зафиксировать, где, куда, какая работа, и в какую мы... Баба стоит на лаком, бля, со стопором. Говорит, вот с этой вот резиновой штукой 20 раз на бицепс. Паранойя просто. Пока Алена сомневается в методах работы собственного мужа... Я чувствую, будет весело. ...у Веры к Андрею только одна претензия. Он резко стал серьезным. Я пропустила это становление из парня в дяденьку. 30 годам, да, я уже подуспокоился, конечно. Блин, зая, качель! Покачай меня! Не прекращай, пойдем домой. Ну, зая! Ну, пойдем, что ты маленький ребенок, что ли? Сука, ты смертная. Он замкнутый очень, прям вообще невыносимый. Что-то скажешь ему? Он никогда не смеется над моими шутками. Это прям суперредко. Смеются все, друзья. Может быть, все-таки шутки такие себе, нет? Я неправда. А ты не смеешься. Я хочу, чтобы Андрей немножко водушевился. Ему не 55. Просто однажды он мне скажет, все, завязывай со своими танцульками. Бабушка. Ну, этого я не скажу. Ты уже говорил, что ты? Но танцульки жены смущают Андрея не так сильно, как ее желание быть единственным ребенком в семье. В силу возраста все-таки задумываешься, что пора бы уже, наверное, отводить детей. Я бы хотел ребенка, чтобы не было вот такого вот у нас разрыва в возрасте именно. Чтобы не оказаться таким каким-то старым-старым дедом уже там, когда ему будет 20, а мне там будет уже там 60. Ну, ты уже сравнил. Ты хочешь сорток рожать, получается, делать детей? Топово жертвовать музыкой ради продолжения рода. Я хочу рожать треки. Ну, это у зверей такая функция, чтобы не вымер вид. Мы не вымрем. Конечно, хочется веру как-то настроить на то, что все возможно. И дети, и работа. Я думаю, что это не безнадежно. То есть любой человек может как-то измениться, я думаю, если хорошенечко поработать над собой. Пока Андрей молча надеется, что на жену снизойдет озарение, в сибирской семье долго не церемонится. Правда, перевоспитание взаимными упреками пока не дает плодов. Не важно, вместе находимся мы или не вместе. Большое количество ссор у нас присутствует в день. Мы ссоримся, потому что мы не понимаем друг друга и, скорее всего, не хотим понимать. Все отношения, ты говоришь, ты стоишь на мужчине. Если мужчина не гуляет, и в семье все хорошо. Углубись, почему мужчина гуляет? Бывают люди конфликтуют, они потом как-то... Папа, папа! В смысле, почему мужчина гуляет? Ты гуляешь? Боже, мужик, ты, блядь, занимаешься спортом, огромная машина, боишься слова секс. Ну, они-то занимаются, они этим, ну... Ну, вы поняли, да? Этими пошлыми делишками! А для нее вот это вот... Блядь, взрослый мужик. Она этого не понимает. Ты с мужем с первым спала, скажи. У нас не было, я с ним, интима. Три года, три года не было. Да сфига ли три года-то. Папа воспитывал меня в строгости. Выше колена юбки я не носила. Краситься категорически нельзя было. С первым мужем целомудрие я свое сохранила, потому что я больше боялась расстроить родителей. И как бы, ну, я не готова была. Я ей говорил, что это важно очень в отношении, интимная близость. Очень важно, да, очень важно. Ну, не могу я дарить себя в обиде на него и зная то, что вот он общается в телефоне. Тебя это прикалывает? То есть баба не спит с мужиком, а потом она удивляется, почему-то, падла, он, наверное, изменяет. Не, не из-за этого, почему я с ним не сплю. Не-не-не, любить можно и без секса. М-м. Серьезно? Ну, я понимаю, что верность верностью и так далее. Но если ты с мужиком не спишь, у вас нету секса, то, блин, ну, рано или поздно мужика поплавит. То, наверное, девки есть такие, которые тоже поплавят. С тобой между мамой. Ты знаешь, что не прикалывает. Может быть, ты устал от семьи? Так еще крышу нарисуем красивую. Она его щепилит. Как бы мы не разбирались. Мы после каждого разговора, мы не делали лучше, мы делали только хуже. Ты меня любишь? Я не знаю. Сложно уже сказать по твоему поведению. То одно, то другое. Я вообще не понимаю, для чего все это. Мама с папой не дружат. Короче, я теперь понимаю. Это у нас выпуск не обмен женами, а обмен практически бывшими женами. Потому что там развелись, но тоже кто-то живут спорно. И здесь та же хрень. Так что весело. Я их не могу помирить, потому что они меня все время перебивают. Не знаю, это значит нет. Все. О чем какие разговоры могут быть? Из-за череды конфликтов Антон собрал вещи и переехал. Но недалеко. В комнату дочери. Сейчас мы с Антоном стоим как бы на краю. Наверное, уже развода. Мы должны понять после этой программы, что мы действительно хотим меняться оба. Собирать чемодан тебе будем? Поедешь на перевозчение. Как это страшно. Будешь перевоспитываться там. Кто кого еще перевоспитает? Ну а сейчас главное взять с собой побольше вещей на все случаи жизни. А каблуки повыше, пониже брать? Повыше, мам. Повыше каблуки? Папа не приревнует? Папа просто не понимает, что в моде. Вообще не понимает. Ребенок не глупый. Дай секунду. Нужно летнее коктейльное платье брать, как думаешь? В ресторан меня поведут. Как будешь себя вести? Что там у тебя все написывают, написывают? Мне? Ну, работа такая. Работа. Купальник взяла? Я хочу, чтобы приехала какая-нибудь баба, мужик. Жесткое недоверие, ревность. Научила его, как правильно вообще относиться к женщине, к своей, что нужно о ней заботиться. Было бы круто вообще взять все с собой. Но я боюсь, что все не поместится. Жалко муж на работе. А так бы помог мне брать. Он в этом, наверное, даже больше спец, чем я. Маленькая черная пати у любой леди должно быть, кстати. Логотип сова. Смотрела пацанки. Никаких фотографий, пожалуйста. А вдруг я самбо буду танцевать? Возьмем на всякий случай. Купальник брать? Я не купаюсь. Оно и чувствуется. Аня, нет, баба с юмором. Хочется посмотреть, как другие люди живут. Купальник нахрен надо, я не боюсь. Вроде нестандартная сидя. Хочется, чтобы Андрей немножко встрепенулся тоже. И, возможно, он помолодится. Ну? Нет, ну шутка зашла. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Чего вас? Это он ее в шею поцеловал. Маму новую слушайся. О, тебе опять занял. Ну да, что-то у них все прям очень плохо. Давайте, пока-пока. 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 Прям натянута все. Верните меня домой. Как угодить новому мужу? Ну, в общем, как-то сам себе смешаешь. И какие скелеты... Она ему в ведро насыпала? Пячется в чужих шкафах. Папочка! Чего? Ой, не хочу. Это вместо тарелки? Я бы хотела поехать на Ибицу. По-моему, это очевидно. Все меня поймут. В Ханты-Мансийске не хочу. Там холодно. Я сейчас заплачу, если честно. Я не хочу туда. Та-да-да-да. Тюмень! Ребят, я родилась на Камчатке. Прожила 12 лет в Сибири. И для меня это вообще практически родина. Тюмень, Ростов-на-Дону. Подождите, Дон. Это река. Да. Там тепло. Я очень рада. Тюмень это здорово. А кто там в Тюмени? Ну, я думаю, что суровая семья у меня будет. Тут к гадалке не ходи. Семьи у девушек точно будут новые, а климатические условия разные. А вот кому больше повезет с погодой в доме, покажет неделя обмена. Сейчас вся эта прелюдия пройдет. Ну вот, из сибирского городка на юг России даже воздух-друга. Ужас. Холодно, да? Реально холодно. Добро пожаловать в зиму. Просто зверски холодно, нужно срочно... Да-да, даже окна запотели. Отвратительная погода. Я мастер одеваться в любых местах, мне кажется. Солнышко, свежий воздух, по ощущениям градусов 30 точно есть. Хотелось семейный уют, быть такое. Ну, конечно, пеленок, висящих на балконе, я бы не очень хотела. Мне бы хотелось, чтобы был ребенок. Потому что я по своей дочке скучаю, я хочу чем-то занять себя. Вообще все равно, какая квартира и дом. Не хочется обстановку, вот где негативная. Возможно, это будет частный какой-то сектор со своим виноградом. Скорее всего, это мужчина будет в возрасте, пухленький. Молодой, богатый, красивый, успешный. Нет, я этого точно не жду уже. Жду, чтобы он просто был хорошим человеком. Такая особо больших запросов не сделала. Это радостно. Ай, б***ь. Больно. Вот так теряю колеса, б***ь, понимаете? Зато хоть мы в подъезде и не работаем, но там ничего не потеряно. Дарим урок в этой дыре. Райончик, конечно, так себе. Горы мусора, тараканы. Запах, конечно, не очень. Это что за подъезд? Я, конечно, опешила. Кругом мусор, могут обитать и крысы, и мыши, и кто угодно. В принципе, тараканы. Чистоплотно? Ну, я брезгливый человек. Сам этаж получше будет. Алло. О, слава богу. Любитель кепок. Расческа грязная. Расческа лежала такая вся в волосах. Видев это, мне стало немножко нердко. Бывает, как будто мамонта чесали. Маленькие. Я заплачу. Ну, лучше бы это было оказать. Кто-то ремонт делает. Я, конечно, знаю, что вроде дети часто болеют, но не настолько. Тут точно не умрешь. А хлеб-то что? Ну, обычная аптечка дома. Хлеб засох. Возможно, квартира эта досталась от бабушки. Потому что она старая. Где она старая? Ты вообще квартиры бабушек видела? Нормальная квартира. Это что такое? Это что такое? Чё она присралась к ней? Яблоко какое-то. Старое. По-моему, у неё реально с головой проблемы. Старая квартира. Старое яблоко. Как ты понимаешь? Оно же гнилое или что? И вот из чего я должна ему готовить ужин? Грязная посуда. Недомытая. Это же бактерии. Ванна очень маленькая. Старая ванна сразу видно. Савдеповская. 60-е годов. Она грязная. Ой, ты тошнотная баба. Мне стало страшно за своего ребёнка. Что она будет находиться в грехе, в антисанитарии. Честно, я теперь начинаю у мужика понемногу понимать. Если она такая немного это... С прибабахом. Ну, ванная хорошая чистая. Волос нету. Я тоже себе такую хочу, кстати. Мне нравится. Можно делать вот так. Брин, брин. Я бы сказала, на что это похоже. Это спальня. Нет, тут очень шикарно. Светло, правда, для меня. Но очень хорошо. Мне нравится. Оба. Свечи, которые не зажигали. Значит, романтические вечера отсутствуют. Ух ты, ё. Такой нормальный дядька. Дай она. Хорошая пара, на самом деле. Симпатяги. Попала в типичную семью, где культурист и блондинка. Это прям очень далеко от меня. И у меня даже таких друзей как-то нет у меня таких. О! Оп! Оп! Я бы даже почти подняла. Ну, тяжело. Не, если он реально так... Блин, ну... Я точно по щам буду получать. Это сто пудов. Не, а мне нравится. Она сью морковь. Они ждали гостя. Почему они не прибрались? Пол грязный. Весь обляпанный. Это что? Как они тут живут? Я подумала, что здесь живет какой-нибудь попугай. Но попугай так срать не может. Почему? Почему попугай так срать не может? Или в твоем понимании попугай только маленький волнистый? Но везде. Везде. Они проявили вообще неуважение, встретив меня говном по всей квартире. Я скажу, что ей повезло в моей квартире чисто. Здесь даже вещи все скомканы. Которые выпускают. Почему? Мамочка! Добрый вечер. Почему я не хочу? А почему попугай в шкафу живет? Почему не в клетке? Добрый вечер. Почему попугай живет в шкафу с вещами? Вопрос просто. Мне непонятно. Он же не кинется на меня. Сиди там, пожалуйста. Это максимально странно. Домой, не хочу. Не хочу. Почему я туда? Почему попугай нет дома? Я даже туда боюсь уходить уже. Да что ты пересрала? Маленький попугай, господи. Почему называй его попугайом? Это сова, блядь. А я говорю, что попугай в шкафу живет. Ну ладно. Ладно, сова, блядь. Что она там делает? Вольно, конечно, но он не сову. Совы хищники. И, возможно, она вообще съест меня ночью. Блин, морда классная. Детская. Это сто процентов. Я даже ванговать не буду. Ух, забавно. Ура, ребенок один. Девочка, что же тут делать? Миля. Есть такое имя Миля? Зачали где-то на трассе, что ли? Или как? На какой-то определенный Миля. Дупире, детская передача. Я даже не знаю, о чем она. Ни о чем. Так, здесь у нас чемодан. Какие-то вещи. А почему чемодан здесь? Все проблемы от дрифи. Может быть, что жена часто выгоняет мужа. И он уже даже перестал разбирать вещи. И еще странно, что чемодан у ребенка стоит. Вопрос. Какого ебанта? Реально. Короче, мне это уже девка начинает нравиться. А вот это начинает мне быть противно. И все, я уже выбрал своего любимчика. Вот в той комнате он спит. Я буду здесь спать. Я не буду там валяться. Это же грязно, постельно. Неужели нельзя было прибраться? Почему я ждала ее на минуту? Ну, это что? У них не сделано, но... Странно. Семейка. Хватит гадать. Все ответы девушки найдут в семейных уставах, которые оставили друг другу. Наша семья. Жена Вера Ишим Гужина. 28 лет. Арт-директор, диджей. Арт-директор. Я не представляю даже, что это такое. Муж Андрей, 30 лет. Повар, предприниматель. Детей нет. Мама. Алена Лущевская. 28 лет. Парикмахер-технолог. Круто было бы, если парикмахер-техно. Папа. Антон Лущевский. 31 год. Фитнес-тренер. Эмилия 5 лет. Вот почему Миля просто денег не хватило на буквы дополнительные. Сова, хейвен, сокращенно кися, питается на ночь куриными шейками или сердечками со скорлупой яиц. Следить, чтобы у него была водичка в норке. Где его норка? Семейный бюджет 7000 рублей. Деньги находятся у жены. Семейный бюджет. То есть у них реально попугай просто в шкафу живет и по всей квартире. Тогда они удивлены ночью, они там все в говне. Почему нельзя сделать клетку? Ну если он любит там темноту, накрывать ту клетку и так Дарья, ну нельзя так попугая, этого, господи, попугая, сову оставлять. Я не могу привыкнуть, что это сова, блядь. Нет, 5000 рублей. Обязанности жены. Уборка, стирка, приготовление еды, прогулки с доченькой, любимая работа. Два раза в неделю мама едет в тренировку к папе. Как весело. Обязанности папы зарабатывать деньги в семью. Обязанности жены. Зарабатывать деньги, кормить мужа, кормить сову, убираться дома. Я не заметила, что она убирается дома. Обязанности папы. Зарабатывать деньги, помогать в уборке. Вот насчет уборки у них прям лучше бы они это не писали. Временной жене. Вымать окна во всей квартире. Легко. Задание для временной жены. Пройти краткий курс диджейнга и выступить в клубе. Куда я попала? Помочь нашим друзьям в организации нашей свадьбы. Они не женаты. Я в шоке. От всего, что происходит. Ты тоже мягко говоря, не в идеальных отношениях. В новом доме Алена не нашла ничего, кроме сюрпризов от совы. И в поисках пропитания отправилась в магазин. А в Тюмени семья Лущевских уже спешит познакомиться с новой мамой. Привет, меня зовут Вера. Ты милая. Привет. Давайте раздевайтесь. Это что, как-то как не дома, бедный. Давай разденемся. Внешне он приятный парень. Но он пришел без цветов. Как-то я расстроилась. Почему-то я ждала, что он... Времени цветочек. И предъявить страшно ему. Такую большую. Дети у вас есть? Нет. Дети у меня нет. Очень интересно, да, где жена? И где она? Скажем так, на юге столицы России. Это где? В Ростове-на-Дононе. Прекрасно. Слышал, что хороший город. Я хочу, а может, чайку, да? Да. Ну, что ты, бедная, так? Я хорошая вроде. Просто я с детьми вообще никак к ней общаюсь. Нормально, что когда человек молод, он неопытен. Но частичку неадекватности я все равно увидел в новой супруге. Потому что по ней видно, что от нее нужно ждать подвоха какого-то. Ты фитнес-инструктор, да? Да, я фитнес-инструктор, да. В Устове написано, что ты постоянно на работе, и тебя дома не существует. Я в 12 только уезжаю на работу. Почему больше рабочий день у меня вечером? Потому что все освобождаются после работы и идут тренироваться. То есть ты с мамой, да, в основном? Нет, с папой бывает. Иногда. Ты чем занимаешься? Я занимаюсь музыкой, клубами. Я арт-директор, биджей. Тебя не волнуются, что жена будет в клубе играть? Да нет. Она справится, я думаю. Не знаю. Мне кажется, ему все равно вообще. Может, уже привычка какая-то. Мама твоя теперь будет дружить с самой настоящей совой. Представляешь? Домашняя. Но это не домашняя. Не бывает сов домашних. Чем вы ее кормите? Сейчас у нее диета из куриных сердец. Но она не агрессивная. А это Алена как раз сейчас и проверит. Вернувшись из магазина, она приготовила ужин не только новому мужу. Ну и сове. Мне придется кормить сову. В целом впечатления у меня непонятные. Мне и хочется попробовать. И, ну, я боюсь ее, реально боюсь. Она выргает. Она думает, ты дура, что ли? Ты хочешь в нее кинуть еду? Привет. Ты больная? Мой, мамочка, 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 нет. Я думала приманить ее и кинуть в нее кусочек сердца. Боже мой. Блин, она реально это... С головой не дружит. Это очень так мягко сказать. Ты хотела кинуть сову едой. Тем самым ты думаешь, что она захочет жрать. Дечка. Она посмотрела на меня, выдвинула свою голову, и я напугалась. Я, наверное, тебе выложу дорожку, а ты уже сама там разбирайся. Все, я положила ей мясо, все пусть ест. Ой. У тебя с проблемой с головой. Собой надо мной. Сейчас вот проверим, поест она так или нет. В отличие от привередливой совы, нового мужа вряд ли придется уговаривать на ужин. Хотя лучше спросить у него самого. Привет. Привет. Я ваша новая жена. Очень приятно. Я Андрей. Меня зовут Алена. Новая жена. Симпатичная девушка. Да и вообще, в принципе, вроде бы довольно-таки приятная. На самом деле, я ожидал почему-то чего-то такого, что будет пострашнее. Почему так поздно? Такая вот работа, к сожалению, у меня, что вот так поздно я прихожу всегда. Голодный? Ну, в принципе, да. То, что муж в 12 приходит с работы, ну, для меня неудивительно. У меня так же он возвращается. В 12? Откуда? Город Тюмень. Ух ты. Слышали о таком? Конечно. Чем ты вообще занимаешься? Я парикмахер. Ну, у меня на первом месте не карьера. Я раньше размышляла, что на первом месте должна быть карьера, но потом встретила Антона и как-то все так поменялось. А давно вы вместе? Семь лет. А ребенку сколько? Пять. А вы сколько вместе? 12 лет. 12 лет и только свадьба? Нет, это будет вторая свадьба наша. Это как так? Можно поподробнее. Был период такой у нас, мы 7 лет пробыли вместе когда, и случился кризис, да, который, говорят, кризис. На 7 лет год у нас. На 3, на 5, на 7, вот. Мы разбежались, мы развелись. Ну, в принципе, это нормально, если люди... О, это вот стандартно, вы знаете, это стандартно. Вот кризис в 3, в 5 и в 7 лет, это самые тяжелые времена в жизни, да. Вот только в это время разводятся, через год не разводятся, а вот только в 3, в 5 и в 7. Мы расстались и потом поняли, что все-таки они любят друг друга, почему бы и нет. Тебе нравится то, что у нее начинают работать? Люди спустя 25 лет разводятся. А в музыкальном плане она хочет добиться каких-то определенных результатов. А почему нет? А дети? Или вы вообще как бы, ну, не планируете? Пока, пока нет, пока не планируем, но я думаю, все скоро к этому придет, скорее всего. Ну, просто образ жизни, ночной. Ты просто какими-то шаблонами, наверное, мыслишь, и что тебе кажется, что вот ночная жизнь, если диджей, то есть это все. Ну, то есть можно крестить. Это шпухать, это веселиться. Просто стереотипное какое-то мышление, да, ну, шаблонное, то есть которое думает, что такая жизнь ночная, все, то есть это труба. Пока в Ростове-на-Дону борются со стереотипами, в сибирской семье диалог короткий. Все вопросы сразу в лоб. А муж тоже ночами работает? Нет. Днем работает? Днем. И вы как вы видитесь тогда? Идеально. Видитесь? Получается? Не, видимся, но мы практически не ругаемся. Проблемы существуют в каждой семье, я считаю. Нет идеальных. Все ругаются. Что ты мультики пошла смотреть? Пусть уже как бы пора, нет? Ребенок спит с мамой. Ну, сейчас там точно она с мамой спать не будет, с новой. У дочери большая кровать. Где, походу, спишь ты все-таки в комнате? Ну, чаще всего, да. Почему? Почему вы ругаетесь? Не находим общий язык. Так в чем проблема? У вас такая замечательная дочь. Так вот она у нас, спасительница наша. Мне было очень жалко ребенка. Потому что, когда друзья разводятся, у них дети, мне прям, ну, я очень расстраиваюсь. Ну, люди эгоистами становятся. А, завтрашний день, да. Что меня ждет завтра? Нужно будет увезти ребенка в садик, и у нас тренировка будет. Ну, ладно. Все, пожалуйста, дайте мне отдохнуть чуть-чуть. Тем более мне рано вставать. Спокойной ночи. До завтра. До завтра. Спокойной ночи. Первый день в роли мамы, кажется, вымотал тусовщицу Веру. Ну, а в Ростове-на-Дону самое время определиться с местом для сна. Кстати, о главном. Я не буду спать с собой и не буду спать в той комнате, где какашки валяются везде. Нет, по поводу вот спальни, ну, извини, но это можно будет убрать. Я не буду заниматься уборкой этой комнаты. Почему? Почему я должна убирать какашки? Ведет себя, как эта леди. Приехала из Туманного Альбиона, как будто она такая вся деловая. Ставит себя выше этого всего. Я не буду там спать, я не буду туда заходить. Ну, это было, короче, чересчур, я думаю, немножечко. Значит, мне придется спать с тобой, я не знаю. Я могу лечь тогда на балконе. Пойдем, растерим тебе. Чисто по-человечески он как бы должен был уступить мне кровать, я сам идти. А, серьезно ты, да? Не хочешь спать по-нормальному, спи на балконе. В другую комнату. Чувак решил не церемониться. Хотя мог бы отдать на свое место. Но не. Наступил второй день проекта, и привычный режим Веры дал о себе знать. Я сейчас как раз домой пришла с работы. Ну, Господи. Ненавижу, на самом деле, яичницу с утра. У нас в семье любят бутерброды запеченные. Вот это фишка вообще. Что, пойдем будить? Запеченные бутерброды? Поладжался, проснулся, стал. Типа в микроволновке? Они не подъемные. С сыром. Та-дам! Ну, солнышко в Тюмени. Вот такое. Все, просыпаемся? У вас ровно пять минут. Я увидела, у тебя там синтезатор есть. Это игру. Я могу тебя научить играть. Будем джемить. Доедать будешь? Невкусно? Почему? Не знаю, ты так сделала лицо, у меня так мышечка, когда недосоленная такая. Не? Нет, просто так. Татья Вера умная, красивая, но готовит она так себе не очень. Папа сейчас до тебя в садик возит? Нет. Он поздно приходит, из-за этого и ругается. Часто, да, ругается? Да. Мама плачет? Говорит, что не могу работать. А как папа на это реагирует? Папа никак не реагирует. Ну, все равно. Папа на садик. Угу. Это печально. Сон Алены на ростовском балконе тоже окончен. Пора приниматься за новые обязанности. Спалось на балконе так себе. Ужасно душно. Солнце жарит, мухи летают. Но это лучше, чем спать с собой. Проснувшись, я приступила к обязанностям и начала готовить завтрак. Я решила заварить кашу на скорую руку. А вообще молоко вскипятить не? Надо налить молоко холодное в кашу и в микроволновку. Серьезно? Доброе утро. Доброе. А может, он просто не хочет домой приходить? В последнее время он так и говорит, что я не хочу домой идти, потому что мы с тобой постоянно сверемся. За чего? Я ревнивая. То есть ты думаешь, что он где-то там куролесит? Возможно. Если даже оно и так, я не думаю, что от хорошей жизни. От хорошей жизни мы мужья не гуляем, да? Ну, конечно. Да. Любая девушка, она чувствует из меня. Взял, вставил ей по самые помидоры. Она такая, в смысле, это что, я хреновая или что? Не-не-не. Я не чувствую ее. Может быть, потому что чувств уже нет никаких. Нет, он не изменяет, он работает. Я знаю, где он находится. Она, мне кажется, что все-таки глуповатый немножечко. Строит из себя такую бабу прям. Все это так чисто защитное какое-то. Если я умела бы о том, что у него есть регулярные измены, то, естественно, я бы это не простила. Да, а если не регулярная, так, разончик-перепихончик, тогда можно, да. Ну, регулярный нет. Ты что, я вообще леди. И, как бы, я такого не потерплю. По поводу той комнаты. Хочешь, не хочешь, но придется там немножечко порядочек навести. Я же сюда ехала не гопу убирать, правильно? Ай, нет. Откуда ты знаешь, что ты сюда ехала? Что ты говоришь? Просто немножечко, она уже там порядка. Немножечко, я приберусь. Спасибо за завтра. Да я уберу, уберу. Помимо Уорфи, Алену ждет и первый рабочий день в ночном клубе. И, получив адрес от Андрея, она быстрее принялась за дела. Так, что здесь? Для мытья полов. Перчаток, конечно же, нет. У меня маникюр, стразики. Мне было жалко это все убивать. И я нашла выход, взяв целлофановые пакеты. По моим ощущениям, как будто тут не убирали, я не знаю. Ну, неделю точно. Ну, это как минимум неделю. Спасибо тебе, судьба, что ты мне преподнесла такой подарок. В виде говна. Может быть, это к богатству? Какашки, они были нескончаемы. А, вот ее гнездышко. Чего ты там-то не живешь? Почему ты летаешь здесь? Сидела бы там. Но зато мне уже даже поприятнее будет приходить и кормить ее. Веру тоже сегодня ждет хорошая физическая нагрузка. Но сначала нужно отвезти ребенка в сад. Как зовут твою воспитательницу-то? Татьяна Александровна Аполло Юлия Викторовна. Веди меня быстрее. Мы опаздываем уже. Так, а шкафчик у тебя какой? Самолетик. Зеленый цвет. Так, зеленый цвет, самолетик Татьяна Александровна. Правильно? Ага, не перепутай. После мне надо было идти в спортзал. Чего я терпеть не могу. Для меня спорт вообще равняется как расстрел. Но все равно собралась. Думаю, интересно посмотреть, как он умышленно работает. А он только с девочками работает? Поясница прогиб больше. Еще больше. Получается? Да, да, да. Опачки. Помелькали очень интересные картинки. Если бы мой муж начал флиртовать с какой-нибудь девушкой, которая могла бы составить мне конкуренцию, я бы развернулась, сказала, окей, будем с кем-нибудь другим. Что за баба вот эта? Это мой подопечный. Подопечный? Да. А ты всем помогаешь? А ты всем помогаешь? За попу трогаешь? За попу я не трогаю. А я видел. Где? Сейчас перемотаю. Покажу тебе, блин, как я тебе это покажу. Я даже представить не могу, что она могла мне придумать. Я как бы никогда поводов не даю. Ничего там такого нет. Ты готова? Я нет. Но она вроде уже готова. Кидай сумку сюда. Не, ну у тебя есть с кем заняться, как бы, помимо меня? Понятно все, короче, с собой я пошел. У меня там ребенок ждет. Блин. Я думаю, что Антону нравятся девушки из его круга. Ты вообще добра жена? Обескураженная Вера возвращается домой. Че-то она это бомбанула. А тем временем в ростовском ночном клубе уже готовы встретить нового арт-директора Алену. Здравствуйте. Я вместо Веры. Приехав в клуб, меня встретил директор. Он рассказал, что весь дизайн, который присутствует в этом заведении, все дело рук Веры. Вот это вот все, что ты видишь, вот эти вот все цветочки, украшательства, мы это придумали к летнему сезону. Сделали все, не хватает одного важного элемента. Ретро-велосипед. Ты должна что-то с ним сделать. И где-то смонтировать, где-то повесить на видном месте. Та-дам. Велосипед. Все на твой вкус? Дал велосипед, дал трибунчика краски, слава богу, были перчатки. А Веру вы как давно знаете? Тысяча лет. Тысяча лет. Вы же можете полуиспортить. Это персонаж, который из курсовчика перерос. Профессионально действующее лицо. Андрей, я, кстати, тоже диджей. Тоже в свое время влился в кусовку. Я как поняла, он очень редко этим занимается. Редко, потому что он бизнес, и, как мне кажется, пытается быть серьезнее, что ли. Он такой скучноватый. Видимо, с возраста может быть давление. Ой, ты бля, ты бля, моя звезда компании просто скучноватый. Бля, зажиралка. Работа заставляет его думать, что это все не серьезно. На самом деле так и есть, это же не серьезная профессия. Это бизнес, мы делаем на это деньги. Алена, ну, короче, задача примерно ясна. Да. Я чуть позже подойду, посмотрим. Окей. В принципе, у меня сложностей с этим нет. Но я не понимала, что именно нужно. Как они это видят? Волосы же я крашу. Значит, и с этим справа. Велосипед, волосы, какая по большому счету разница? Применив все профессиональные знания на деле, Алена готова сдавать работу начальству. Мне вообще не нравится зеленый свет здесь. Он какой-то грязный получился. Давай вот это переделать, потому что, ну, это пипец, конечно. Х** знает, откуда его везли, блин. Это же ретро-стиль, правильно? Теперь это какой-то кислотный, блин. Давай, переделай. Для меня это нормально. Ну, думаю, это испытание. Я не х** еще слетила. Я люблю адекватную критику. Ко мне клиенты приходят, они мне показывают картинку. Вот так мне надо. Чувак, ты мне не сказал, что ты хочешь. Такие моменты, естественно, я девочка. И у меня начинают давать нервы. У каждого человека видение по-разному. Я сейчас нахожусь в стрессовой ситуации. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я ничего не буду делать, блин. Ты сотри? Я серьезно вам говорю. Бомбанула? Я сказала. В смысле? В смысле сразу. Я ничего не буду делать. Все, блин. Надо как-то по-человечески относиться. Не обсирать и не говорить. Это все. Ну, ты можешь эмоции не включать? Нет, не могу. Я мацинальный человек. Мне нужно, чтобы эта хрень повисла там. И мы нормально провели дискотеку нашу. Нужно меняться. Стать чуточку посерьезней. Потому что, ну, это уже не подростковый возраст. Я успокоилась и сделала то, что он попросил. Ты понимаешь, что у него с головой проблемы, да? Бля, ты не постелила на пол. Ты испортишь пол краской. Мать тебя за ногу. Так, видишь, логичнее, конечно. Не надо психовать. Все у тебя получится. Если отключить эмоции. Возьмем по цепям и туда наверх. Декорациям в ночном клубе быть. А как насчет обеда для ребенка? На вечернем заседании в Тюмени маленький судья уже готова вынести свой вердикт. Ну-ка, пробуй. Вкусно? Это вообще-то не там. А какая должна быть окружка? С помидорками. Как? Окружка с помидорками не может быть? Ты что? Она не освоена. Ну, это уже не окружка, а салат. Не хочешь? Не есть. Тогда в окружку помидоры не добавляют. Привет. Привет. Как дела? А что тут так мама кто-нибудь? А ты что молчишь? Честно говоря, я не очень хотела с ним разговаривать. Это что, роллы? Роллы? Роллы, роллы, роллы. Поделись у меня с Верной Роллой. Все хорошо, поделюсь. А ты мне окружки дашь? А то что-то вы меня не дождались, я смотрю, чуть-чуть. Если мы его положим окружки, тогда он нам и роллы даст. Положим. Это окрошка? Неси, папе. Как каша. Папа, держи. Ну, в общем, как-то сам себе смешаешь. Спасибо. Мой любимый размер. Высматривал какую-то почву для конфликта. Вот и все. Давай. Ну, я скажу так. Баба тоже любит поконфиктовать. Ну, типа, можешь, в общем-то, не подрывать так... Сору. Чуваку насыпать в ведро. Сибирская квартира раскололась на два враждующих лагеря. Любители суши и окрошки проводят этот вечер порознь. А в Ростове-на-Дону компания «Алены на вечер» предопределена, хочет она того или нет. Андрея, что, нет еще до сих пор дома? Я надеялась, что все-таки он придет домой пораньше. Мы обсудим мой первый рабочий день. Я поделюсь эмоциями, впечатлениями. Но, не дождавшись его, я ушла кормить сову. Лучше бы ты спала. Что, будем кушать? Идай сюда. Она чувствует по-любому, что я ее боюсь. Это же хищная. Да, еда твоя. Вот сюда иди. За что ты так со мной? Вот скажи, пожалуйста. Опять все посрала. Кормить не дают. Я попробовала как-то побороть в себе страх. Положила корм ее. Там, где она чаще всего сидит. Выключила свет. Я ушла спать. Понятно. Несмотря на зарождающуюся дружбу с совой, вторую ночь Алена тоже решила провести на балконе. Там мужик пришел по 2 утра, да? Далее в программе. Чистосердечное признание. У тебя уже другая женщина. Может быть. И неминуемая расплата. Нет, блядь. Нет, блядь. А уже утро, что ли? Андрей, ты хоть и елся домой? Спасибо, что пришли. Сова. Дорогая моя. Я надеюсь, ты поела. Ты какая умница. Поела и посрала. Привет. Доброе утро. Ты видел, что в комнате чисто? Молодец. Это достойное уважение. Молодец. И вообще я хотела спрятать, где ты был так поздно. Я был на работе. А на работе ли ты был? Я не пойму, что за наезды такие у меня. Андрей скучный. Я не знаю, как растормошить Андрея, потому что он вечно занят, он вечно на работе. И они с Верой, в принципе, не видятся, они видятся ночью. Ты в курсе помнишь, что тебе сегодня надо посетить сначала школу диджея, а после школы уже сама в бой. Движня, куча народу, все будут кричать. Ко мне на выступление придешь? Я постараюсь очень, потому что мне самому это очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Мне будет приятно тоже, если ты придешь поддержать. Я там никого уже не знаю. Конечно, поддержать тебе надо будет, да, в любом случае. В Тюмени вместо работы в салоне красоты Вера решила выполнить задание по уставу и навести красоту дома. Раз мама задание нам такое дала, ну-ка, иди сюда. Дочь моя ненаглядная, будешь помогать мне. Будешь наверху мыть. Давай. Ну-ка, хорошо, учит ребенка уборку. Я знаю, зачем дети нужны. Ну, а ты молодец. Слушай, а может ты ко мне домой приедешь, поможешь мне там все, нет? Ну, не знаю, как мама отпустит. Мама тебя не отпустит. А вдруг отпустит? Тетя Вера, хорошая мама, но ее нужно чуть-чуть размять, чтобы она побегала чуть-чуть. Папа говорил, чуть толстенькая это. Чего, чисто, нет? Вот здесь еще нет. Да, я попшипаю с той стороны. Матерейство на 7 дней, в принципе, приемлемо, но не больше. Пока я не готова к такому безумию. А готова ли Алена стать новой музыкальной сенсацией Юга? Дима. Алена, очень приятно. Я вас буду обучать. Это микшерный пульт, то есть вся музыка транслируется через него. Play, stop. Да? Play, stop. 16 ударов. Это квадрат. И вот надо включать следующий трек не просто, когда тебе вздумалось, не просто, когда тебе вздумалось, ты включила. А в квадрат. Вот 4 удара. Раз, два, три. Готова пробовать? У меня просто как бы глаза разбегались. От множества каких-то кнопочек. Что, где вообще он начал показывать. И все так быстро. Я как бы, ну, волнительно была. Вот мы делаем, вот. Убираем полностью влево. Да, фейдер, потихонечку убираем фейдер. Класс, свела трек? Молодец. Что, приедешь, Таня с диджеем? Типа все, урок прошел. Это музыка написана Верой. Вот как ты тогда, какую она музыку пишет? Да, она пишет техно. Расскажи мне о Вере. Что, Вера такая? Жесткая Вера. Но с ней можно договориться. Мы с ней абсолютно разные. Прям небо и земля. Интересно познакомиться с Верой. Увидеть ее, как говорится, перед собой. Интересно, у меня тот образ сложился о ней или нет. И я тебе желаю сегодня прям выступить и порвать этот... Кайфануть, в общем, да? Танцпол и кайфануть. Да, удачи тебе. Спасибо. Молодец. В любом деле главное справиться с волнением. Буквально считанные минуты отделяют Алену от первого в жизни выступления в качестве диджея. Тебе нужно имя диджеевский псевдоним. Луся. 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 Придумали. Отлично. Вот единственное, отлично выглядишь. Диджея луся. Но диджея как-то очень скромно. Придумай что-нибудь какое-то более такое... Куда еще открыть? Я в короткой юбке. Юбку там не видно будет. Давай я останусь так, как я сейчас. С голой грудью диджея это, наверное, где-то на Мальдивах. А тут, извините, мы в Ростове-на-Дону. Я считаю, что привлекать внимание своей доступностью и открытостью это не нормально. Тебе сказали придумать образ. Женщина сексуальная должна быть в меру. Ты готова? Пожалуй, наверное, да. Ребят, это место Веры Романа, которая непонятно где сейчас. У нас Луся! Когда началось выступление, конечно, адреналин, он прям зашкаливал. Руки трясутся, ноги трясутся. В тот же момент нужно еще и самой как-то разжигать публику. Успокойся, не дрожжи. Успокойся, танцуй. Пятерочку ей отбейте. Вася, давай! Они меня поддержали, потому что, ну, они были в курсе, что я вместо Веры. Но все равно я волновалась. Ищу глазами Андрея. Не могу. Что она, в общем-то, делала? Стояла просто и нихрена не делала. Включила музыку и, может, еще раз нажала кнопку. Все. Чему научилась? Найти. То, что Андрей не пришел, у меня это огорчило. Хороший сет. Хороший сет. Браво, браво. Все, супер, да. Это вообще. Это эмоции, видишь, какие классные. Правда вообще. Видишь? Не, ну чувак вроде как бы типа пообещал, но это было некрасиво. Самое страшное уже позади. А в Тюмени вот Антону только предстоит. К вечеру Вера наконец созрела для серьезного разговора. Мы готовы. Мне интересно, что у вас происходит, чему ребенок мне вообще неприятные вещи рассказывает. Какие? Она говорит, что мама очень много плачет, что вообще как бы папы нет. Это она сказала? Да. Она очень многое что говорит, то, что ей преподносит мама. Ну, мама самая близкая ей. Она на нее воздействует, и воздействует ребенком на меня. Ну, зачем доводить все? Не верю. Ну, так доводится. Моя мама нервничает. Она думает, что он с тетками гуляет. Я маме верю больше всего. Мне стало даже интересно. Родители вмешиваются, дети вмешиваются. Ваши не хочешь этого, а муж хочет. Такого не бывает. То есть, если муж хочет, то ты тоже хочешь. Конечно. А как по-другому? Не знаю. Ну, вот если вот Алена не хочет, то это все. И даже хоть если я хочу, если даже я предстаю, то это все плачевно. Короче, проблема секса. Я, честно, я вот, ну, мама общаюсь с детьми, но ваша дочь реально переживает за вашу семью. Честно, я не хочу детей только потому, что, не дай бог, вот будет так вот так, как у вас. Ты можешь только об этом рассуждать, не будучи на этом месте. Мы с мужем разводились. Мы друг друга вообще не понимали, не находили общего языка. У нас не было такого, что мы друг друга изменяем. Нет, просто люди не находили общий язык. То есть ты понимаешь меня, получается? Я понимаю, о чем ты говоришь. Но при этом, при всем, мы очень резко после развода повзрослели оба. Даже там друзья нам говорят, что вы умысите друг друга. У нас очень часто возникают конфликты из-за того, что она не понимает меня. То есть я ей говорю одно, а слышится с тем другое. Ты скучаешь по жизни? По Алене? А у тебя еще одна есть? Может быть. То есть у тебя уже другая женщина? Нет, ну и общаюсь. У меня аж челюсть отвисла сейчас. Я... Блин. Может быть, поэтому она ругается и с ума сходит? Нет? Ну ты изменяешь ее? Да. Мне жалко ребенка. Ответ был да. Мне кажется, он переживает больше, чем с вами родители. Разведитесь вы уже, все, жите спокойно, каждая свою жизнь. Кажется, у обоих мужей сегодня не самый удачный день. Алена вернулась домой и тоже нацелена на серьезный диалог. Привет. Привет. Как прошло? Прошло отлично. Что-то не пришел. Пытался как-то успеть, но не получилось, к сожалению. Главное, пытался. Такое ощущение, что якобы я не на работе пропадаю. Ну потому что нужно проводить время вместе. Хоть иногда. Я приехала в Ростов, ты мне даже города не показал. Просыпаешься, завтракаешь, идешь на работу, ты приходишь поздно. Вот сейчас без обид, давай, вот без ничего. Ну что, типа все вокруг тебя должно крутиться. Да, это так и есть. А, отлично. Я совершенно полностью согласна. В этом может быть прям колоссальная проблема. Ну мужик такой, создание. Он просто будет уходить туда, где ему будет комфортнее. Ну я бы не смог бы с такой дамой ужиться, потому что хочет, чтобы все вокруг нее, все для нее. Вот такая вот королева. Как говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. Завтра у нас смена правил, наконец-то. Я тут буду управлять. Андрюха, держись. Наступил четвертый день проекта. И жены готовы установить свои правила на оставшиеся дни. В Тюмени Вера собрала всю семью дома. Собственно, здесь не просто так. Мы собрались на месте раздора к вашей семье, как я считаю. Это кровать. И первое правило. Нет лжи в отношении. Если ты соглашаешься с этим правилом, ты берешь продукт, который ты кушаешь. Если нет, то такой. Ты согласен же, да? Да, я согласен. Ты скажешь, что у тебя новая баба. Так, как сейчас вы решаете именно свои проблемы, вы не забросили ребенка. У вас замечательнейший ребенок. Есть чем заняться, кроме скок, разборов. Ты сам прекрасно понимаешь. Да, конечно. И третье правило. Так как я росла с бабушкой, с дедушкой, и родители от меня не отказались, а, скажем, не воспитывали. То есть я знаю, что такое, когда что-то не так именно в семье в плане родителей неправильно относятся. Ребенок не должен видеть вообще никаких проблем в вашей семье. Особенно стоящий чемодан с вещами. Ты согласен же, да? Да, я согласен. Хотя бы стараться. Разбирай чемодан. Такого не должно быть. Правила я выполнил. Тут же мы разобрали мой чемодан, разложили все. А жене признается, что другая баба уже есть? В Ростове Алена тоже готова озвучить новые правила для Андрея. Пригласила я тебя на набережную Дона, потому что, как этот мост соединяет два берега, я вношу новые правила, чтобы вас как-то с Верой соединить. Первое правило быть ближе. Хоть час времени выделять на какие-то ваши откровения, рассказывать друг другу свои эмоции. Ты принимаешь это правило? Попробуем. В честь этого такой замочи, так как у вас скоро свадьба. Час откровения, я думаю, это неплохая идея. В любом случае с Верой попробуем использовать это правило. За эту неделю, которую я провела здесь, я чаще видела сову, нежели тебя. Следующее правило это быть вместе. Хотя бы раз в неделю проводить время вместе, выходить куда-то. Ты принимаешь это правило? Да. В честь этого я дарю замочи к этому ключику. Постараемся как-то взять за правило. ключи к этому замочку, а не замочек ключику. Блядь. Действительно, да, потому что проблема у нас это есть. Проводим мы мало очень друг с другом. Третье правило это быть... Я езжу в машине. Не, она говорит так, машина ездит во мне. Хоть заодно я тебе предлагаю выйти за рамки по рассказам коллег. Картинка у меня о Вере сложилась, что она девушка взрыв, вулкан, а Андрей он такой спокойный, тихий, серьезный. Ну, в принципе, да. Я бы не сказал, потому что она самая взрывная. замочка. Ну, более активная, чем он. И этот замочек повесить в день свадьбы. Он доберется до своей цели. Можно даже там гравировку сделать какую-то. Наступил пятый день и в Ростове Андрей решил выполнить одно из правил и вместо работы посвятить немного времени жене. Пойдем прогуляемся, город посмотрим. А я предлагаю выполнить тогда мое третье правило и я его сейчас тебе покажу. Я тебе предлагаю выйти за рамки, наплевать на общественное мнение. Да, с трусами на голове пойти, нет? Нет, попроще. Покрашу тебе волосы вот в такой цвет. Вы серьезно? Это ***. Решила немного раскрепостить его, покрасить его волосы ярко-розовые. То есть раскрепостить? Ты больная, да? Покрасить мужику волосы в розовый цвет. Блядь, для нее это раскрепостить человека, блядь. Остенок цвет фуксия. Блин, я *** просто короче, на самом деле реально. Вот прям просто. Она тупая. Реально, ну, прям вообще. рамки. это прям за рамки вообще все овки. Мало того, что мы в Ростове находимся, как бы. После этого он начал носить кепку. Блин, ну, это прям жесть. Еще идти гулять, то есть по городу все, эррор какой-то в голове был. Это не больно. Ой, кошмар, какая она розовая. Е***. Ой, я не знаю, мне мотора штучит, короче, я не могу. Вот это ты меня высадила. Почему именно это? Но правило есть правило, и Андрей решил рискнуть головой во имя семейного счастья. Это лак. Нет, это лак. Я надеюсь, он смывается. Он сильно страдал, он пытался этим пакетиком задохнуться. Че, прикольно. Тебе нравится? А на солнышке так он будет играть. Я поборол себе все это просто ради того, чтобы действительно попробовать. Вере будет приятно, что 30-летний старик решился на что-то подобное. А в Тюмени выполнять правила некому. Проводив Антона на работу, Вера снова осталась за няньку. А учить ребенка играть на синтезаторе? Отлично, вообще красотка. Ну, тут ты прям заслужила. Ты прям уже практически моя дочь. Это из твоей старой мальки. Я пошутила, это из изоленты и что-то такое. Ну, как, идет, нет? Угу, идет. Воспитание Эмили мне понравилось, ну, то есть, не было с ней особых проблем. Она, в принципе, очень коммуникабельный маленький человек. Если Андрей ждет двигов по поводу материнства, то он их обязательно ждет. Он и сейчас. Что-то мне подсказывает, что ты станешь парикмахером. Пока Вера считает часы до конца своего незапланированного материнства, в Ростове-на-Дону Андрей решился еще на один поступок. Прогуляться по родному городу во всей красе. Ну, как ты себя чувствуешь? Да, блин, не напоминай мне об этом, короче, просто. Тут у вас так много народу. Да, смотри, сейчас у меня побьют, ребята, слева. Там не сильно видно, если честно. не идут, там, случайно. Потом детям, внукам будете рассказывать, как ты ходил по улице с розовыми волосами. Ну, тебе, кстати, идет розовый цвет. Не надо, не надо, не акцентируй внимания на это, пожалуйста. Почему у тебя вызывает такой дискомфорт? Ты же не идешь голый. Не люблю быть в центре вот прям всех событий. Ты не будешь внимания. постоять в стороне и посмотреть, что происходит. Нужно выходить из своей какой-то зоны комфорта? Я же вышла. Чувак, набей ей морду, чтобы у меня два фингала было, либо разукрась ее как-то по-дебильному на лице, посмотрю, как она отреагирует, мне будет интересно, что она скажет. Получается, у меня тоже здесь что-то новое, неожиданное, как какашки вашей совы. Честно, я лучше бы какашки мыл бы, наверное, целую неделю, каждый день. Они мне будут сниться. А мне вот это будет сниться, у меня все, у меня психика порушенная. Ты не забудешь об этом. Вот эти вот. День этот сильно понравился, наконец-то я отдохнула, мне показали город, мы с Андреем много общались. На самом деле, Андрей не такой уж и зануда, общительный, разговорчивый. Ну что, видишь, на самом деле это не так страшно, как ты думал. Для меня это был как подвиг, я такой совершил и прям удовлетворение получил даже от этого какое-то. Пока Андрей гордится собой, его будущей супруге Вере в Тюмени радоваться нечем. Господи, как я мечтаю свои печки, блин, кто бы знал. Привет. Привет. Я пришел. Наконец-то. Как дела? Сейчас я переоденусь. Давай только чуть-чуть живее, потому что надо, чтобы ты мне помог. Можешь, дочь свою? А что он ходит с двумя кульками? Он что, себе сумку купить не может? Вот я смотрю, он уходит с кулечками. Я так понимаю, там тренировочная одежда или что-то еще. Почему кульки? Почему не купить спортивную сумку и удобно ходить? Скупать, рассказать ей что-нибудь, сказку. Да, без проблем, по кайфу вообще. Я бы хоть тебе сказку выберу. Давай, давай. Как бы глупо это ни звучало, но наша дочь порой мудрее ведет себя, чем мы с супругой. И как-то мы должны ради нее в первую очередь вот эти все конфликты как-то отбросить и жить мирно, как бы мы это ни делали, то есть живя либо вместе, либо раздельно. Папа, мне сегодня верно у тебя на пианине играть. Круто. Ты мне сыграешь? Да. Вот какая молодец. Это хорошая детка такая. По сравнению хороший вечер залог приятного утра. И поведение Антону тому подтверждение. Или он просто рад скорому отъезду временной жены. Какой ты милый, хороший парень. Сон не снился, как я домой уже еду. А он еще должен признаться. Сейчас приедет бабушка, тебя заберет к себе в гости. А бабушка чья мама? Мама Алены. Я прям пипец. Каждая ночь, когда ложусь спать, думаю, скорее бы в этот круглый стол. Я всем все выскажу. Я поняла, что у нас вообще никаких проблем нет. Это я убеждена теперь на 100%. Здравствуйте. Я нынче новая мама. Очень приятно. Баба! Мне очень понравилось даже. Я за нее переживаю. Мне кажется, что и Алена, и Антон занимаются своим эгоизмом, которые вот своими проблемами и перестали замечать ребенка. А ведь главный-то он уже. Стараюсь я не лезть в их разговоры. Я не говорю ни плохо, ни хорошо. Я стараюсь умолчать вообще в этих ситуациях. Это правильная позиция. У меня воспитала бабушка с дедушкой. Родители недоменяемые. Было. Я знаю, что такое, когда ругаются родители. Когда не замечают ребенка. И, возможно, эта ситуация, я приехала как помочь. Вот, не знаю, нет, почему-то прям хочется встретиться скорее с ней и прям, прям поговорить. Ну, так, тет-тет-тет. Ну, Алена как-то говорила, да, что мы оба виноваты. Оба виноваты. И иной раз я, говорит, сама провоцирую его на это. Вот очень хочется посоветовать ей именно завершить этот странный водоворот событий, которые у нее происходят, и начать заниматься с собой ребенком. На мой счет, на мой взгляд, я бы. Пора поставить жирную точку. Я тоже так думаю. Внуча! Пойдемте, я вас провожу. Эмилия, пойдем на поезд. Раз ты уже уезжаешь, это тебе. Смотри, здесь кто? Сова. Пусть она тебе будет напоминать. Целуешь меня? Меня же уже все. Пока. Пока. Мне грустно было, когда она уезжает. Я хочу к ней в гости съездить. Пока. Пока-пока. Я пойму, скучаю ли я в Паймиле спустя некоторое время, потому что я хочу тут выспаться, немножко прийти в себя, понять вообще, что произошло. Пока Вера разбирается с нахлынувшими чувствами, у Алены в Ростове осталось одно незавершенное дело. В финальный день мне нужно было выполнить последнее задание. Что это за чувак? Помочь в организации свадьбы. Приехали друзья, и мы помчались. Что это за место такое? Лагерь, то ли база отдыха старая заброшенная. Почему вы именно это место выбрали? Просто у нас первая свадьба была обычная, традиционная. Это уже неинтересно. Потому что вы сами необычные. Ну да. Только на волосы посмотреть. В принципе, мы прибыли. Ё-моё. Заброшенные здания, где царит этот дух прошлой чьей-то жизни. На мой взгляд, это на любителя. Но если всё расчистить, то будет вполне так. Здесь расчистить, и в принципе, можно было бы поставить арку и деревья красивые. И сов, наверное, арка. А, и сов. У вас везде сов. Это дорогая арка. Арка. Здесь пенёчки. Здесь стоят. Ну такая специфическая свадьба. Банкетный зал. Банкетный зал. Тут диджейская. Танцпол как бы логично. Ну, где люди хотят, там и танцуют. С музыкой проблем не будет. Наши будут одни диджей. Тебя позовём. Я же новый диджей, да. Как мне так нравится. Посмотрим, как там уже Вера оценит всё это. Молодец. Зато там можно орать, веселиться. Круглую ночь. Включилась ко всему. Какие-то варианты свои предлагала. Похвально. Набросала, так сказать, клятву. Вот я хотел бы, чтобы ты её оценила. Любимая зая, мы с тобой через многое прошли за эти 12 лет. В какой-то момент мы всё чуть не прослали. Я рад, что мы смогли забыть прошлые обиды и дали нашим отношениям второй шанс. Все ошибки можно исправить. Если есть то самое чувство. Любовь. Шикарно. Да? На этот проект я ехала, чтобы понять, готова ли я дать второй шанс нашим отношениям. Люблю ли я его. Здесь я поняла, что я люблю. Если есть чувство, нужно давать отношениям второй шанс. Я думаю, что Вера даже может проследить. Если ты сам не расплачиваешься, когда будешь это ей говорить. Что, встреча? Всё рано или поздно заканчивается. И недельный обмен жёнами не исключает. Интересно, признается или не признается Пары готовы встретиться после недельной разлуки и сказать друг другу важные слова лицо к лицу. Переживай. Правильно делаешь. Мой сладенький зоночек. Да, какие-то у них такие натянутые отношения. Приветики. Привет. Антон Рей. Алёна. Вера. Неделя, в общем, прошла отличная, я бы сказал, смена вот этого образа прям взбодрила на самом деле очень сильно. Спасибо. Это навсегда? Да. Да ладно. Это не смывается. Отлично. Первый день, когда я только зашла в квартиру, везде-везде какашки. Так их нужно убирать. Почему ты не убрала их? Почему я пришла в такую комнату? Клетка там, я не знаю. Это большая клетка. Они её настолько сильно любят, что снимают двухкомнатную квартиру ради совы. Ещё такое сильное впечатление произвёл на меня диджеинг. Ну, не страшно было дочь оставить с человеком, который живёт по ночам? Я не сильно переживала, потому что она у нас коммуникабельная. Дочь прекрасная у вас. Я надеюсь, что ей тоже понравилось. Но могу сказать, что детей я всё-таки ещё не хочу. Они всё равно требуют большего внимания, чем я готова им дать. Но если так копнуть глубже, то ребёнок в курсе всего. А и так не должно быть. Понимаешь? Потому что в последнее время всё при ней происходит. Так такого не должно быть. Так она всегда со мной рядом. За эту неделю я поняла единственное, что очень хочу вернуть свою жизнь. Мой муж самый идеальный муж. И всё, у нас есть какие-то проблемы мелкие такие по сравнению с вашими. У нас их вообще совершенно нет. Господи, я так делю. А что, не признаются? Я поняла, что я эгоистка, нельзя манипулировать мужчинами, что я скучала по тебе. Я скучал. Я хотел ещё сказать, какие выводы я сделал. Думать больше. А этот мой партнер не признался. Не о работе. Думать больше о ребёнке, о благополучии, о семье. Я для себя решила. Что ты решила? Что я хочу сохранить ими. Эй! А где признание, мужик? Спустя мы решили узнать у наших героев, что изменилось в жизни после проекта. И вот чем с нами поделились Андрей и Вера и Шемгужины. Всем привет! Привет! Мы поженились буквально позавчера. Серьёзно? Всё-таки там и сыграли? Строим большие планы на будущее. И проект нам дал возможность Это была не шутка. в жизни других людей. И честно скажем, что наша нас устраивает гораздо больше. Всем спасибо! Пока! Пока-пока! А удалось ли сохранить семью Алене и Антону Лущевским? Сейчас узнаем. Всем привет! Привет! Он признался, да? Жизнь после проекта, конечно, колоссально изменилась. Всё встало на свои места. Так скажем, с Антоном мы, по примеру, опять же, Веры и Андрея решили взять тайм-аут. Посмотреть, что из этого получится. Нужны мы друг другу или не нужны. Ладно, значит, всё-таки, наверное, признался. Молодец! Но ради этой прекрасной принцессы мы поддерживаем хорошие отношения. Ты хотела передать привет Вере? Да! Привет, Вере! И показать то, чему она тебя научила, да? Да! Сейчас покажу. Всё супер! Всем пока! Пока! Ну чё, ребята, вот такой вот и у нас финал. Не, ну... Это обидно, но, наверное, это правильно. Как говорится, как говорила мне моя бабушка, не хочешь срать, не мучай жопу. И здесь, наверное, именно этот случай, потому что, если реально уже семья, ну, никак уже, да, обидно, но лучше уже разойтись, чем вот это вот свою жизнь, вот это вот всё время вот так его брать и дрючить. Вот. Ну, молодец, признался, типа, да, ради ребёнка, то есть они могут с ним там встречаться, общаться, вкладывать в него силы и так далее. С радостью, ребят, почитаю ваши комментарии. С вами был Андрей Чент и увидимся в новых выпусках Обмен с жёнами. Всем пока!